Первый маршрут предназначен для тех, кто только планирует заняться терринкуром. Он начинается от входа в лесопарк и составляет всего 400 метров. На пути есть лавочки, где можно отдохнуть. Второй маршрут протяженностью 1300 метров, третий – 2004 и 3300 метров. Выбрать, какую дистанцию пройти, помогут специалисты. Раз в неделю здесь планируется проводить ставшие популярными прогулки с врачом, перед которыми всем желающим проверяют здоровье. Кроме того, можно приехать в лесопарк самостоятельно. На самом стенде можно определить и понять, с какой скоростью человек может идти. Обозначена не только скорость, с какой передвигается человек, но и количество энергии, которую он тратит при этом. Потому что по этим маршрутам можно не только ходить, можно заниматься скандинавской ходьбой, можно ездить на велосипедах. Потому что любая двигательная активность позволяет укрепить свое здоровье. Наталья переехала в Рязань недавно из Иваново. В парк пришла впервые с детьми и в планах изучить маршрут для теренкура. Хотелось бы, потому что ноги болят. Поэтому хотелось бы, конечно, походить. Елена пять лет занимается скандинавской ходьбой. Про эту технику узнала случайно. Гуляла с собакой, увидела спортсмена с палками, заинтересовалась. Хотя бы потому, что у нее лайка, а этой собаке нужны прогулки длительностью 2-3 часа. Оказалось, что с палками большие расстояния преодолеваются легче. Поддерживает позвоночник, суставы. То есть разгрузка хорошая идет для позвоночника, суставов. Меня это, в общем-то, привлекло. И по моей просьбе дети подарили мне эти палочки на день рождения. С тех пор я с ними и хожу. Такие же маршруты Теренкура уже есть в Центральном парке культуры и отдыха в Рязани. Сейчас рассматривается возможность создания маршрутов для парка Гагарина и в любимом месте отдыха рязанцев – в Солочи. Дина Исляева, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Дина Исляева, Станислав Кудряшов.